почему я занимаюсь опционами но сейчас попытаюсь объяснить и так здравствуйте друзья здесь демитков юрий мне часто говорят что зачем ты занимаешься опционами ведь есть фьючерс и фьючерс это намного интереснее и на фьючерсах нельзя потерять ну вот смотрите вот вот он фьючерс смотрите он вот у нас все сюда или сюда меняется цена базового актива то есть ну скажем нефти или доллара сказать там наиболее популярный если скажем доллар растет или нефть растет то значит соответственно мы получаем вот такую прибыль все намного хуже когда базовый актив падает то вот наша прибыль уходит вот сюда то есть в отрицательную зону то есть мы получаем убытки и когда мы покупаем фьючерс то он направлен так вот под углом 45 градусов здесь понятно что чем дальше ушла цена от цены покупки то значит мы либо зарабатываем столько прямой угол соответственно да либо мы теряем столько же ну либо если мы продаем мы можем его только продать то он будет под другим углом но в общем сказать с какой стороны не погляди то все то же самое а теперь опцион да и фьючерс можно купить всегда сказать ну минимум один фьючерс правильно правильно вот а теперь смотрим на опционы опцион выглядит совсем по-другому в отличие от фьючерса смотрите вот палка но она уже другая немножечко вот она вроде бы такая же точно но во первых опцион стоит дешевле она выглядит либо вот так либо вот так в зависимости от того какой опцион вы покупаете то есть смотрите то же самое только дешевле цена растет у нас прибыль растет по опциону точно так же и соответственно цена падает мы сначала уходим в небольшой убыток но этот убыток строго ограничен поэтому опцион намного лучше чем фьючерс во первых и и стоит он в два раза дешевле там или там даже больше чем два раза дешевле по-разному бывает вот вот именно поэтому то есть опционы принципиально не линейные то есть вы покупаете не палку а уже вот уже такую конструкцию сразу вот но все намного интереснее когда вы покупаете опционную стратегию то есть смотрите опционная стратегия вот она это проволока и вы можете делать из нее все что угодно вот например вот так вот раз и если цена идет в эту сторону то вы в прибыли и только если цена переходит какой-то диапазон то вы начинаете ну скажем вы можете потерять вас ваша прибыль уменьшается или скажем вот вы можете взять и вот такую конструкцию построить и если цена находится в этом диапазоне а этот диапазон можно сделать достаточно большим то вы всегда в прибыли и соответственно если цена выходит за пределы диапазона то ваша прибыль начинает уменьшаться и вплоть до убытков то же самое но вы можете сделать вот так например и у вас скажем цена на ту же нефть или доллар увеличивается ваша прибыль растет цена уменьшается ваша прибыль растет но правда при этом если цена не выходит из данного диапазона то соответственно вы в убытке а можно построить и вот такую конструкцию об об посмотрите из проволоки можно согнуть все что угодно посмотрите вот она пожалуйста бабочка то есть смотрите что цена находится в этом диапазоне то мы в прибыли но правда она небольшая но если цена выходит за скажем этот диапазон то мы сначала немножечко в убытке а потом наша прибыль не ограничен то есть мы можем все что угодно делать а можем согнуть вот так вот и получается проданный кондор пожалуйста вот то есть смотрите цена находится в этом диапазоне мы в прибыли если цена выходит за диапазон то в общем сказать мы можем управлять теми убытками которые у нас появятся то есть если она вот так вот ниже уровня то соответственно она будет ниже уровня но мы можем добиться того что она будет всегда выше уровня то есть мы в прибыли всегда но это уже сильно сложнее потому что обычно но это происходит в процессе управления то есть вы видите что опциона дает максимальную гибкость либо вот так но вот этот вот перепад будет опять же намного больше чем на фьючерсах и опять же здесь вот скажем такая конструкция стоит ну достаточно дешево то есть на счете надо иметь небольшие деньги по сравнению с фьючерсом чтобы получить сопоставимую прибыль именно поэтому я занимаюсь опционами опционы позволяют вот она как проволочка понимаете все можно гнуть как угодно буквально как угодно то есть вы можете согнуть все что угодно и вот они ваши убытки вот они зафиксированы например либо значит они вот такие пожалуйста все можно гнуть поэтому именно я занимаюсь опционами но значит если не умела заниматься вот этим вот этим заниматься не умела то в общем сказать там действительно есть огромные риски почему потому что если вы купили опционы на всю катушку и они оказались в результате к моменту экспирации вне денег то соответственно вы теряете все поэтому здесь надо очень важно понимать все параметры все риски и так далее и поэтому поэтому надо изучать это дело вот и все собственно говоря когда я понял что из опционов можно сделать вообще все что угодно в том числе синтетический фьючерс либо еще можно интересно вот такая штука бывает вот то что я начинаю строить в начале это обычно выглядит вот так посмотрите я не знаю например куда пойдет вверх то значит соответственно я думаю что она например пойдет вверх то пусть идет вверх если она пойдет вниз то у меня убыток ограниченной совсем ограничены и вот это вот вот это вот находится выше уровня вы видите вот сейчас выше уровня но если пойдет вниз то соответственно вот здесь только я начинаю терять убытки то есть вот если цена находится вот здесь я соответственно иду вверх нет если она вот здесь то с какого-то момента то есть она начинает повышаться например цена цена повышается а я а я не в убытке вот а потом раз значит прибыль моя начинает резко увеличиваться с ростом цены и что я делаю потом когда цена начинает возвращаться сюда понятно что она начинает скатываться я беру и вот здесь вот раз продаю ее и получается что я вот на этом уровне фиксируюсь понимаете вот и пожалуйста вот она и здесь особых рисков нет главное управлять рисками главное смотреть за параметрами и так далее обо всем этом я рассказываю на своем курсе по опционам ссылочка вы можете видеть вон там наверное там вот и ну либо в подписи к данному видео а результаты работы по опционам я регулярно свои показываю там можно получить достаточно хорошую прибыль и достаточно с высокой степенью надежности если вот этим управлять ну например вот это вот соответствует скажем 5 или 10 процентов в месяц согласитесь от неплохая прибыль 5 или 10 процентов месяц да там есть риски но это все решаемо сейчас я занимаюсь тем что опционы чем хороши еще тем что их можно хорошо прописать в программе алгоритм прописать и именно этим я сейчас занимаюсь над этим сейчас бьюсь и у меня есть сейчас чат по опционам и чат по роботам по опционным стратегиям роботом я сейчас этим очень сильно озабочен на сегодня все спасибо за внимание оставайтесь на моем канале напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу с вами был демитков юрий до встречи